Милитаризация детства в России, зачем это Путину, узнаем у политического аналитика, кандидата в физико-математических наук Ольги Курносовой. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы видели, очевидно, да, только что мы обсуждали новость о том, как детей учили стрелять из пистолета Макарова. В Подмосковье пятиклассников заставили играть в военный госпиталь с сокровавленными манекенами и ампутированными конечностями. Урок был проведен в рамках патриотического воспитания на тему Второй мировой войны или, как ее до сих пор называют Россией, Великой Отечественной. Ольга, скажите, почему патриотическое воспитание в России выглядит вот так, как мы сейчас видим на экране? Они иначе не умеют. Понимаете, Советский Союз, вот этот совок в головах, он неистребим. Просто они иначе не умеют. И, соответственно, единственное, что они могут, это, по большому счету, запугивать детей. Правда, я к этому не относилась бы так трагически. Потому что, знаете, когда я училась в школе, нам любили показывать фильмы про ядерный взрыв. Единственное, что я вынесла из этих уроков, это жуткий страх этой самой ядерной войны. И стремление сделать все, чтобы только эта война не разразилась. Поэтому, может быть, если они так запугивают детей кровавленными конечностями, наоборот, эти дети вырастут поцифистами. Поэтому взрослые иногда вообще не понимают, как устроена психика детей. И делают ровно обратные вещи. К тому же, современные дети, они много времени проводят в интернете. И лучше своих учителей знают, что, где, что происходит, почему это происходит. Не случайно среди молодежи в России наиболее сильные антивоенные настроения. Поэтому я думаю, что эти самые дети, видя окровавленные конечности, прекрасно понимают, к чему их готовят. Готовят к тому, чтобы умереть за Путина, за его дворцы, за его яхты. И за прочие вещи, совершенно никак не связанные с их жизнью. Да, это хорошо, когда взрослые понимают, когда подростки понимают. Но маленькие дети, когда им это все представляется в виде игры, то очень легко подменять понятия и рассказывать детям, что война это плохо. Но тут вопрос еще в другом. Кто придумывает вот эти все искаженные формы так называемого патриотического воспитания? Все эти вот уроки с окровавленными манекенами, вот эти вот уроки стрельбы с пистолетом. Мы знаем историю, как в детском саду вырыли окопы, якобы окопы, и дети играли в этих окопах. Это детсадовцы. Кто придумывает? Это Кремль спускает, это Минпросвещение, это вот на местах инициатива директоров, не знаю, местных образований, местных отделов образования. Кто? Кто эти идеологи? Ну, послушайте, если во главе страны в качестве президента маньяк и людоед, неудивительно, что и более низкие начальники тоже придумывают эти маньяческие игры. Почему нет? Да, ведь вот это соревнование в маньячестве, оно стало просто каким-то, что называется, обыденностью российской. В сюжете говорили про тех, якобы, героев войны, то, что они называют специальной военной операцией, которые приходят в школу рассказывать детям. Интересно. А вот тот предводитель банды сатанистов, которые вырывали у подростков языки и их съедали, тоже придет в школу рассказывать про свои героические подвиги. Или убийца Анны Политковской. Или тот самый маньяк, который убил свою девушку и которого тоже помиловали, потому что он, что называется, кровь мешками проливал. Вот эти люди тоже все придут в школу рассказывать детям о своих подвигах. И что будет потом? А сами-то учителя понимают, что это такое? Вот вы вспомнили о том, что в российские школы сейчас приходят так называемые уроки мужества бывшие наемники ЧВК, российские оккупанты, которые воевали в Украине, убивали украинцев и украинок. Вы знаете, тут даже вопрос не почему в России, в нынешней России нынешние герои вот такие, а зачем России именно такие герои? Ну, я уже сказала, потому что сегодня президент России сам маньяк, людоед и убийца, и военный преступник, которому место на скамье подсудимых в Гаге, а может быть даже не в Гаге. И вполне возможно, что когда война закончится, Украина победит, вполне возможно, что этот самый трибунал над Путиным состоится в Мариуполе, который уже снова станет украинским. И там будут смотреть на этого Путина, сидящего в клетке, те люди, город которых он сравнивал с землей. Поэтому, конечно, тут очень важно, чтобы военные преступники не ушли от наказания. Почему так важен был Нюрнбергский трибунал после окончания Второй мировой войны? А вот эта прививка того, что все, кто отдавал приказы, ну и почти все, сели на скамье подсудимых и понесли наказание, а ее хватило на достаточно продолжительное время. Но, видимо, эта прививка закончилась, нужно делать новую. Соответственно, нужно сажать на скамье подсудимых Путина и его приспешник. Без этого ничего не получится. Если подумать, что можно каким-то иным способом договориться, бизнес с южил, это означает, что такие войны могут раздражаться снова и снова. Поэтому обязательно наказание должно следовать за преступлением. Вот вы говорите, а что придут в школу убийцы, которых помиловал Путин, которые отвоевали там свои полгода и вернулись в Россию, но ведь уже приходят пока не убийцы. Например, 5-й А-класс пермской школы назвали в честь осужденного за наркотики наемника Вагнера. Помнится история, когда директор пригласил на лекции к детям тоже наемников ЧВК Вагнер, которые сидели за грабеж и еще какие-то такие, ну, не крупные преступления, но преступления, и которые сидели. Эти люди уже приходят к детям, читают им лекции, рассказывают о том, что война это хорошо, давайте вперед, подрастайте и на войну. Ну, потому что им кажется, что убийства, они на самом деле, если вчера приходил там условно тот, кто сидел за наркотики, то что мешает завтра прийти к тому, кто сидел за убийство? Ровным человеком ничего. К тому же, что называется, как только ты рассказываешь детям, что убивать людей нормально, убивать других детей только потому, что они живут в Украине нормально, убивать женщин и стариков только потому, что они решили жить своей независимой жизнью и не собираются ложиться под Москву. И это нормально, да, что происходит у таких детей в головах. Надеюсь, все-таки они и другие источники тоже прочитают. Тут, знаете, Ольга, вот мы перед тем, как включить вас в эфир, с Анастасией об этом говорили, а почему родители, ну, вот они же позволяют своим детям, или они позволяют учителям, которые учат их детей, проводить с ними вот эти уроки? Почему? Ну, послушайте, есть родители, которые совершенно спокойно реагируют на то, что их дети, уже подросшие, идут на войну и там умирают. Да, мне кажется, нормальный родитель не может к этому так относиться. Во-первых, потому что нормальный родитель не может желать своим детям, чтобы они становились военными преступниками и убийцами. Это первое. Второе, нормальный родитель не может позволить этому людоедскому государству забирать у него жизни их детей. Ну, есть же и такие, которые думают, о, слушайте, ну, а ведь большие деньги платят. Мне это хорошо, прибыль в семью, но для меня это тоже такая людоедская психология. Ну, как возможно? То есть ты рожаешь ребенка для того, чтобы потом пришел Путин и говорил, что я у вас его заберу, потому что мне захотелось повоевать. Ну, как это вообще такое возможно? Ну, если возможно это, то почему в детском саду окопы не вырыть? Уже, мне кажется, все равно. Ну, и тоже вопрос про учителей, про директоров школ. Мы часто говорим с представителями образовательной сферы Российской Федерации. И многие из них утверждают, что в принципе в школах, на местах можно саботировать по-тихому все эти спуски, все эти методички, все эти указания, провести урок о важном, закрыть двери в класс и провести урок действительно того, о чем важно детям. Почему исполняют эти приказы? Почему приглашают этих зэков, этих преступников, вешают эти мемориальные доски и проводят все эти чудовищные, на первый взгляд, и на первый, а в принципе чудовищные мероприятия? Вы знаете, учителя составляют, ну, наверное, 50% членов избирательных комиссий, которые рисуют вот эти выборы, так называемые выборы, которые проходят в России, из-за чего в России 23 года у власти находится Путин, хотя наверняка, если бы эти выборы были честными, ну, может быть, он уже так долго у власти не находился бы. По крайней мере, те, кто в далеком 2012 году были на избирательных участках в качестве наблюдателей, говорят, что даже тогда, в 2012 году, на многих участках должен был состояться второй тур, но все равно все выборы нарисовать, и кто основной исполнитель вот этой самой фальсификации выборов? Учителя. Им казалось, что, ну, подумаешь, ну, вот дали команду, мы нарисовали нужные результаты. Это же начальство, ему виднее. А с этого все начинается. Сегодня ты фальсифицируешь выборы, а завтра ты приглашаешь убийцу на урок мужества для детей и просто коверкаешь их жизнь. Поэтому, на мой взгляд, это такая логическая цепочка, которая, к сожалению, не выстраивается, и которая говорит о том, что для того, чтобы Россия изменилась, необходимо коренным образом изменять всю сферу образования. Нужно искать каких-то других людей, чтобы они учили детей в школах. Потому что 80% современных учителей ничему хорошему детей научить не могут. Вы знаете, Ольга, вот вы в начале разговора приводили пример того, как на вас подействовали уроки в школе, там, в частности, о атомной войне, о атомном взрыве, на вас конкретно, да, что это имело скорее обратный эффект, нежели тот, который ожидали устроители таких уроков. Но ведь сколько людей в России мечтают о том, чтобы долбануть бомбой, если не по Киеву, то по Берлину, если не по Берлину, то по Варшаве. Владимир Соловьев, он же тоже учился в школе. А Владимир Соловьев рассказывает о том, как было бы здорово разбомбить Одессу, если ее не получается иным способом захватить. Маргарита Симоньян тоже училась в школе. Маргарита Симоньян имеет просто какой-то невероятный пиетет к Советскому Союзу. Как вот с нынешней милитаризацией детей, как быть потом? Потому что мемориальные доски снимутся со школ, разговоры о важном отменятся, а вытрусить это все из детских голов, это же не так-то просто. Ну, России предстоит очень большой путь. Первый шаг на этом пути – это осознание тех преступлений, которые совершаются сегодня. Второй шаг – это покаяние. И только после вот этого второго шага будет возможно возрождение. Поэтому надо понимать, что одномоментно это все не произойдет. Что касается пропагандонов, Соловьева, Симоньян – это деньги. Это просто деньги. И я уверена, что они прекрасно понимают, что в ядерной войне не будет победителей. В ядерной войне погибнут все. И они в том числе. Поэтому это просто такой поиск красного словца и попытка заработать как можно больше денег прямо сейчас. Потому что кто его знает, сколько времени продержится эта власть. А денежки-то надо запастись ими как можно больше. Поэтому я думаю, что эти люди абсолютно циничные. Они все понимают. И говорят это просто потому, что им за это очень и очень хорошо платят. Ольга, спасибо вам большое. Ольга Курносова, политический аналитик, кандидат физико-математических наук. Говорили о милитаризации детства в Российской Федерации. Зачем это Кремлю? И какие будут от этого последствия? Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова